Кочетков, простите, Алексей Иванович, доцент кафедры терапии Российской Медицинской Академии Неприемно-Профессионального Образования, то, что раньше называлось ЦИУ, место свободных комбинаций в современной терапии артериальной гипертонии. Пожалуйста. Спасибо. Пациент 73 лет, жалобы на повышение артериального давления максимально до 165 на 70 мм артутного столба, то есть мы видим изолированную систолическую артериальную гипертонию, сложности в приготовлении пищи, затруднения при расчетах в магазине, забывчивость, то есть есть признаки когнитивных нарушений у пациента. Из анамнеза известно, что пенсионер не работает, ранее консультирован неврологом, проведено нейропсихологическое тестирование по шкале МСЕ 23 балл он набрал и на основании данных анамнеза осмотра невролог поставил диагноз заключения умеренные когнитивные расстройства. Из перенесенных заболеваний, такие хронические заболевания, хронический, калькулезный холецистит, аденомопредстательные железы, сахарный диабет, заболевания почек, инфаркты миокарда, инсульта, инфекционные заболевания пациент отрицает. Аллергоанамнез неотягощенный, в настоящее время применяют гетрондепин в дозе 10 мг в сутки. Объективно, индекс массы тела составляет 23 кг на метр квадратный, то есть нормальная масса тела по органам и системам без особенностей. Единственное, конечно, сердечно-сосудистая система обращает на себя внимание, офисное артериальное давление составляет 148 на 75 мм рт. ст. То есть это все та же самая изолированная систолическая артериальная гипертония, что очень характерно для пожилых пациентов. Лабораторные инструментальные данные, скорость клубочковой фильтрации 56 мл в минуту, креатин 111 микромоль на литр, то есть есть уже хроническая болезнь почек 3 стадии, глюкоза 5,4 мм на литр, остальные показатели в пределах нормы. Суточное мониторирование артериального давления. В течение суток систолическая артериальная гипертензия подтверждается по данным СМАД. Безусловно, выполнена пациенту была эхокардиография. Здесь из особенностей важных для установки диагноза, конечно, обращает на себя внимание концентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка. То есть есть поражение сердца как органа мишени артериальной гипертонии, но в остальном без особенностей глобальная систолическая функция. Сохранена фракция выброса 65%, клапанный аппарат не тактен в целом, нарушение расслабления миокарда, диастолическая дисфункция по первому типу. В легочной артерии все спокойно, признак легочной гипертензии не выявлено. Каков диагноз? Гипертоническая болезнь второй стадии. Второй стадии еще раз подчеркиваю, потому что есть с одной стороны признак поражения сердца как органа мишени гипертрофии левого желудочка. И есть хроническая болезнь почек, тоже представлена на слайде третьей А стадии. Это тоже в современных рекомендациях является признаком поражения уже почек как мишени повышенного артериального давления. Первая степень, риск высокий, риск 3, и умеренные когнитивные нарушения, исходя из когнитивного тестирования, проведенного неврологом. Целевой уровень артериального давления, систолическое 130-139, диастолическое 70-79. Напоминаю, что современные рекомендации, вот новая редакция клинических рекомендаций Минздрава 2020 года говорит нам, что также в диагнозе необходимо указывать и цель, целевые значения артериального давления. Какова тактика ведения данного больного? Было принято решение назначения комбинированной антигипертензивной терапии, прежде всего потому, что пациент высокого риска, и в современных рекомендациях подчеркивается, что большинству пациентов показано назначение уже комбинированной антигипертензивной терапии на старте. Доза нитроэндипина, нитримеда была увеличена до 20 мг в сутки, и вторым препаратом был выбран эндопамид, эндап, сейчас появилась делимая таблетка эндапа, стартовой минимальной дозировки 0,625 мг в сутки. Безусловно, нам современные рекомендации говорят, что все-таки комбинированная антигипертензивная терапия должна быть в виде фиксированных комбинаций, стратегии одной таблетки, но в тех же самых рекомендациях, в том числе в наших российских рекомендациях, указано, если пациент хорошо переносит антигипертензивную терапию, если эта терапия несет дополнительные преимущества, какие в виде плеотропных эффектов, в виде органопротективных своих свойств, то, конечно, на усмотрение доктора возможно и применение свободных комбинаций. Вот в данной ситуации мы выбрали такую свободную комбинацию. Но, безусловно, помимо антигипертензивной терапии, помимо медикаментозного введения, есть и немедикаментозные методы, это модификация образа жизни, ограничение потребления соли, есть когнитивный тренинг, все это было назначено данному больному, данному пациенту. Осмотр динамики через две недели на повторном приеме жалоб не предъявляет по органам и системам без существенной динамики, за исключением, конечно, сердечно-сосудистой системы. Вот мы видим, артериальное давление достигает своих целевых цифр, конкретно систолическое артериальное давление. Напоминаю, 130-139, цель снижения систолического давления для пациента как в возрасте 65+, так и при наличии хронической болезни почек. То есть вот на такой свободной комбинации мы уже достигаем целевых цифр артериального давления. Почему в данной ситуации именно такая свободная комбинация, комбинация нитримеда и эндапа, была выбрана для данного пациента? Несколько слов о том, как страдает головной мозг при артериальной гипертонии, каким образом проявляется поражение головного мозга, субклиническое, как органы мишени артериальной гипертонии. Страдают когнитивные функции. В первую очередь, конечно, управляющие функции – это различные алгоритмы построения деятельности в повседневной жизни, изменение этих алгоритмов под влиянием внешних факторов, страдает внимание. И уже после первых вот этих двух когнитивных доменов присоединяется нарушение со стороны памяти. Есть данные исследования, демонстрирующие, что все-таки антигипертензивная терапия способна влиять на уровень когнитивного функционирования пациента. Это мета-анализ 2013 года. Уже прошло 7 лет с публикации данной работы, но на самом деле он является самым-самым актуальным. Просто с 2013 года по сегодняшний день более актуальных работ не было. Изучалось влияние антигипертензивной терапии на риск развития деменции. Вот обратите внимание, результирующее находится все-таки в части положительного влияния антигипертензивных препаратов на уровень когнитивного функционирования. Безусловно, есть исследования, где не было показано этого. Это верхняя часть данного слайда. Но это были старые исследования, и эти препараты, которые тогда изучались, в настоящее время уже не применяются в рамках антигипертензивной терапии, поскольку не была доказана их эффективность в введении пациентов с данным заболеванием. И почему Нитримет, почему Индаб? Вот они исследования, исследования у пожилых, которые продемонстрировали, с одной стороны, хороший антигипертензивный потенциал данных препаратов, а с другой стороны, влияние на когнитивное функционирование. Я, конечно, говорю об исследовании СИСТИРО и исследовании ХАЙВИД. ХАЙВИД – это очень пожилые 80 плюс пациенты. В нем изучался препарат эндопамид. Обратите внимание, на 30% снижение риска инсульта, снижение даже кардиоваскулярной смертности и смертности от всех причин. СИСТИРО, да, было еще исследование СИСТИРО, входного дизайна, там изучался препарат Нитрэндипин. Тоже были продемонстрированы плеотропные органопротективные эффекты, в том числе и церебропротективные эффекты в виде снижения риска инсульта и деменции. Несколько слов об исследовании СИСТИРО. Обратите, пожалуйста, внимание, почти 4700 пациентов было включено в данную работу. В том числе исследование проводилось и в Российской Федерации, в связи с чем мы можем экстраполировать данные этой работы и на наших с вами пациентов. Более 60% больных в данной работе получало Нитрэндипин в виде монотерапии. Какие результаты? Снижение риска новых случаев деменции на целых 55%. На самом деле никакой другой препарат антигипертензивный не продемонстрировал таких потрясающих эффектов на уровень когнитивного функционирования. Был субанализ, посвященный влиянию Нитрэндипина на уровень, в том числе, когнитивного функционирования и на конечные точки у пациентов с сахарным диабетом. Сегодня уже о данном заболевании мы говорили. Первая лекция была посвящена именно данному заболеванию. Вот по группе пациентов с артериальной гипертонией и с сахарным диабетом результаты еще более лучшие, более благоприятные. Более выраженное снижение риска инсульта. Систиро на целых 73%, сисчайно на 45% и, конечно, еще раз подчеркиваю, снижение риска деменции на целых 55%. С чем связаны вот такие эффекты Нитрэндипина на уровень когнитивного функционирования на когнитивные домены? Было продемонстрировано, что в отличие от других антагонистов кальция, муэдипина, нефидипина, Нитрэндипин влияет на транспорт бета-амилоида и за счет этого достигается влияние, с одной стороны, на нейродегенеративный компонент когнитивных нарушений. Ну а сосудистый компонент, мы понимаем, что антагонисты кальция так или иначе обладают положительным влиянием на структуру артериол, в том числе и мозговых артериол, антиатросклеротическим эффектом обладают. То есть здесь сочетаются два эффекта – влияние на нейродегенерацию и на сосудистые компоненты когнитивных нарушений, в отличие от прочих антагонистов кальция. Почему вторым препаратом – эндопамид? Исследование «Прогресс» была ветвь монотерапии, перендоприлом, да, там дозировка была очень небольшая, 2 мг, и была группа комбинированного лечения, и вот обратите внимание, комбинированное лечение вместе с эндопамидом, снижение риска развития деменции при подключении эндопамиды на целых 23%. То есть вот те плеотропные эффекты, которые позволяют нам достичь свободной комбинации антигипертензивных препаратов. Еще один метаанализ – влияние на риск инсульта. Сравнение тиозидоподобных диуретиков, прежде всего эндопамидов, столбик посередине, да, и тиозидных диуретиков. Обратите внимание, только тиозидоподобные диуретики и эндопамид влияют на риск инсульта, конкретно снижают риск развития инсульта. И это тоже одно из уникальных свойств данного диуретика. С чем связаны эффекты эндопамида? Изначально сам по себе препарат, он вообще был зарегистрирован как антагонист кальция, поскольку в минимальных своих дозировках он способствует расширению мозговых артериол, ну и в принципе, да, магистральных сосудов, чем достигается снижение общего периферического сосудистого сопротивления. В максимальных дозировках уже присоединяются диуретические эффекты. Так вот, эндопамид тоже влияет на продукцию бета-омиоида, влияет на процесс ремоделирования мозговых артериол, за счет чего и достигаются дополнительные плеотропные церебропротективные эффекты данного препарата. Хочу обратить ваше внимание, конечно, мы знаем много препаратов из группы птиозидных диуретиков, птиозидоподобных диуретиков, и вот именно эндопамид отличает такая метаболическая нейтральность в сравнении с гидрохлортиозидом, в сравнении с хортолидоном. То есть, если есть у пациента метаболические нарушения, если есть сахарный диабет, то, конечно, если необходимо применять диуретик, то эндопамид, тезидоподобный диуретик, есть в нашем арсенале, и он будет препаратом выбора, конечно, у таких пациентов-метаболиков. И обращаю ваше внимание, что в фокусе свободных комбинаций появилась делимая таблетка эндопамида, эндапа, и мы можем использовать целый спектр, персонифицировать антигипертензивную терапию 0,625, минимальная дозировка у нас появилась, которую мы использовали в данном клиническом примере, 1,25, 1,875, ну и привычная нам 2,5 миллиграмма. То есть, мы можем комбинировать эндопамид, эндап с разными препаратами, к сожалению, вот таких фиксированных комбинаций с сартанами, в частности, в настоящее время, к сожалению, у эндопамида нет. Ну вот, комбинации, кстати, здесь представлены и с блокатором кальциевых каналов, нитронтифином, нитримедом, то, что мы использовали в нашем клиническом примере. Второй клинический пример – это уже пациент, когда 66 лет, жалобы тоже на повышение артериального давления, периодические головные боли, не работает пенсионер в настоящее время, ранее работал бухгалтером. Перенесенные заболевания, сахарный диабет, куда же без него, к сожалению, очень-очень много пациентов в настоящее время страдают данным заболеванием. Аллергические реакции, есть анамнез нежелательных лекарственных реакций на антагонисты кальция, крапивницы, отеки, головная боль. Регулярные антигипертензивные терапии в связи с таким неблагоприятным опытом не получают, получают каптаприл по требованию, да, когда повышается артериальное давление, ну и свою сахароснижающую терапию. Объективно, индекс массы тела 25 кг на метр квадратный, небольшая, да, избыточная масса тела есть тоже, изолированная систолическая артериальная гипертония, 151 на 83 мм рт. ст. офисное артериальное давление по органам и системам. На что обращаю на себя внимание? Микроальбуминурия, 59 мг в сутки, скорость клубочковой фильтрации тоже снижена, к сожалению, это очень характерное состояние для пациентов с сахарным диабетом. Хроническая болезнь почек 3-й остадии, 48 мл в минуту скорость клубочковой фильтрации, тоже проведено сучное мониторирование артериального давления, но вот здесь систово-диастолическая артериальная гипертония в течение суток была выявлена у пациентки. По данным эхокардиографии тоже поражение сердца как органа мишени артериальной гипертонии, гипертрофия миокарда левого желудочка, в принципе, в остальном, да, сердце сохранено. Фракция выброса сохранена, 62%, клапанный аппарат интактин, где стоял в легочной артерии, все спокойно, но вот тоже есть диастолическая дисфункция первой стадии. Какой диагноз? Гипертоническая болезнь в третьей стадии, уже есть ассоциированное пилиническое состояние в виде сахарного диабета. Первая степень повышения артериального давления, очень высокий риск, третья стадия, сразу очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Есть поражение почек, нефропатия смешанного генеза, микроальгуменурия, хроническая болезнь почек в третьей стадии и тоже целевой уровень артериального давления указан, вот 130-139 на 70-79 мм артутного столба. Какую свободную комбинацию в данной ситуации мы выбрали? Это ирбисартан, 150 мг в сутки, и тоже эндопамид, но вот сразу здесь мы пошли на максимальную дозировку 2,5 мг в сутки. По ним и делимые таблетки, капсулы эндапа тоже в настоящее время присутствуют на рынке, то есть мы можем персонифицировать терапию данным диуретиком эндопамидом. Через 3 недели в динамике осмотр уровень артериального давления находится уже в целевых цифрах 135 на 73 мм артутного столба. Через 4 месяца еще одно динамическое наблюдение обращает на себя внимание снижение выраженности микроальгуменурии 26 мг в сутки, то есть формально мы не можем говорить, что микроальгуменурия есть, поскольку значение данного состояния, значение микроальгуменурии 30 мг в сутки. Экскреция суточная альбумина более 30 мг в сутки будет говорить нам о микроальгуменурии. То есть через 4 месяца даже улучшилось состояние кочного аппарата у нашей с вами пациента. Почему ирбисартан и эндопамид? Почему такая свободная комбинация была использована в данном случае? Несколько слов о сахарном диабете. К сожалению, это не только эндокринологическое заболевание, но и в полной мере сердечно-сосудистое заболевание. Обратите, пожалуйста, внимание, какова структура смертности, какие причины. И для сахарного диабета первого типа, и для сахарного диабета второго типа. Это хроническая сердечная недостаточность. На втором месте инсульты. Вот для сахарного диабета второго типа вклинилась онкология на третью позицию. И дальше тоже, да, острые кардиоваскулярные катастрофы. Инфаркт миокарда как третья составляющая в этом ранжировании причин смерти у пациента с сахарным диабетом. Ну и, безусловно, сахарный диабет повышает, удваивает риски, удваивает, утраивает риски селечно-сосудистых катастроф. Ишемическая болезнь сердца, смерти от ЭБС, различных типов инсульта. Да и, в принципе, повышает риски смерти как селечно-сосудистой, так и смерти от всех причин. Вот еще раз акцентирую внимание на крайне высокий риск развития хронической сердечной недостаточности. Вот по данным разных исследований от двух до пяти раз повышается риск вот этого осложнению при наличии сахарного диабета. И микроальбуминурия, которая была исходной у пациентки, она тоже снижает выживаемость пациента. Посмотрите, как изменяются кривые выживаемости в зависимости от экскреции белка с мочой. Норма альбуминурия, микроальбуминурия и протеинурия по мере того, как прогрессирует нарушение функции почек, нарушение процессов фильтрации, выживаемость снижается, да, и уж ухудшается прогноз таких пациентов. Ирбисартан. Было исследование, была целая программа, в частности, вот Ирма-2 работа, демонстрировавшая, что при применении данного блокатора ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, блокатора рецепторов ангиотензина-2, улучшается выживаемость пациентов. И, конечно, данный препарат отдаляет прогрессирование протеинурии тоже в дозозависимом тренде. Нормализация экскреции белка с мочой, 150 мг, 300 мг, да, вот Ирбисартан в сравнении с контрольной группой, обратите внимание, да, тоже демонстрирует нефропротективный потенциал данного блокатора рецепторов ангиотензина-2 первого типа. Вот они, выводы по исследованию Ирма, то есть, еще раз подчеркиваю, Ирбисартан – это нефропротекция, это дополнительный плеотропный эффект, которые нам так важны, вот у данной пациентки, еще раз, поэтому именно такая свободная комбинация. Что касается эндопамида, было исследование НЕСТР, в нем эндопамид сравнивался с эталонным классом, с ингибиторами АПФ, конкретно с анаваприлом, мы понимаем, что блокаторы, раз, это препараты эталонные, это класс эффекта препаратов нефропротекции, вот эндопамид сравнивался с анаваприлом. Какие результаты? Полное соответствие, полная эквивалентность по влиянию на уровень микроальгуминурии, по влиянию на почечный прогноз, продемонстрировал эндопамид. То есть, в нашем арсенале есть инструмент, препарат, диуретик эндопамид, который полностью соответствует требованиям, предъявляемым к препарату, который необходим к применению у пациентов с поражением почек. Вот эти выводы по исследованию НЕСТР, да, еще раз подчеркиваю, что он был сопоставим с эталонным классом, с классом ингибитора АПФ в вопросе нефропротекции. На самом деле, эндопамид, я уже много сегодня говорил, раз слово плеотропный эффект, он обладает такими эффектами, это и вазодилитирующий эффект, сходный с эффектами для антагонистов кальция, это и снижение выраженности воспалительной реакции, в том числе за счет влияния на экспрессию просто галандинов, это и антиоксидантный эффект. Все, конечно, суммарно влияет на структуру артериолов, в том числе в структуру микрокапилляров, которые представлены в почечном теле, и, безусловно, влияет на главный результат, на выраженность микролюбинолии, на нефропротекцию данного препарата. Кардио-нефропротекция сравнительно исследования с гидрофортиозидом. Еще раз подчеркиваю, что эндопамид все-таки это иной класс препаратов, иной профиль действия, дополнительные плеотропные эффекты, это и более выраженный антигипертензивный эффект, это нефропротективный потенциал и влияние на, обратите внимание, гипертрофию миокарда левого желудочка. В принципе, оно есть, да, для гидрофортиозиды таких исследований, таких результатов получено не было. Вот индекс массы миокарда левого желудочка на фоне терапии эндопамидом, он статически значимо снижался на целых 17%. Еще раз скажу, что у нашей пациентки гипертрофия миокарда левого желудочка присутствует, и, казалось бы, гипертрофия левого желудочка, что она дает? К сожалению, повышает риски развития, да, тоже сердечно-сосудистых катастроф, ишемическая болезнь сердца, ее риски возрастают при наличии гипертрофии левого желудочка в 2-3 раза, а хроническая сердечная недостаточность, то, что, да, у пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонии является одним из лидирующих, одной из лидирующих причин смертности, ее риск хронической сердечной недостаточности при гипертрофии левого желудочка залетает до 8 раз. И, конечно, регресс гипертрофии – это тоже дополнительный эффект, дополнительное влияние в копилку вот тех органопротективных свойств эндопамиды, которые так важны у пациентов с сахарным диабетом. Еще раз скажу, вот именно поэтому была выбрана такая свободная комбинация ирбисортан плюс эндап. Коллеги, это был мой последний слайд. Я благодарю вас за внимание.